дополнительные вопросы ваши прогнозы будущего в отношении церкви израиля есть такая песня все будет хорошо все будет хорошо что для вас самое сложное в теме церкови израиль вопрос хороший мне очень сильно не нравится зашоренность тезисность типа это все старое нас так учили а так нам не надо откройте глаза люди нам тоже нужно во многих вещах открыть глаза я говорю вам прямо в камеру что мессианского движения масса проблем но давайте искать что для вас вас больше всего огорчать беспокоит в отношении церкви к израилю я думаю антисемитизм скрытый часто он очень скрытый и некоторые верующие благословляют израиль только из-за одного предложения в писании благословляющих тебя я благословлю а внутри они этого вообще не понимать если не это дело только для своей выгоды я скажу господь благослови иерусалим может меня банковский счет повысится на 100 долларов и там нас на тысячу долларов а на самом деле цель там другая была цель восстановление сиона это заповедь для церкви и и вот антисемитизм особенно этот скрыт и дремучий он простреливает там всем а я всегда знал что евреи хитрые очень мне нравится эта хитрость нехорошее качество а если бог дал каким-то евреям дополнительного ума потому что он сказал я благословлю детей евро ама то это не причина чтобы каким-то образом подколоть эти вещи очень сильно присутствуют часто очень сильно мешают иногда люди даже не акцентируют делают это вы знаете кстати здесь русскоязычная церковь вне проблемы в основном но очень много церквей читающих вот эту книгу не любят израиль и молятся за его восстановление а наоборот говорят агрессор и прочее прочее русско язычную это обычно не касается чаще всего это касается арабоязычную некоторые слои англо немецко испаноязычные итальяноязычных церквей которые живут по принципу диспенсация время израиля закончила сейчас все новое давайте будем рубить дальше если бог закончил с израилем хоть пообещал ему вечную верность кто вам гарантирует что он и с вами не закончил национальность играет ли она роль во христе да или нет нет не играет вешуа бог всех завел в бизнес-класс все вешуа в бизнес-классе не только национальность но и пол и социально социальное происхождение в нем мы новые но это для него а на уровне людей горизонт я уже говорил об этом раньше есть различия и мы должны какие-то вещи акцентировать к примеру если я сейчас ну грубо скажу если еврей придет к вам в гости не ставьте ему на стол свинью не будет он ее кушать или будет ради уважения и потом будет сам себя плохо чувствовать уважьте это вы же уважите женщину учитывая какие-то ее особенности не поведете и там заниматься каким-нибудь спортом опасным или там в армию и по не 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 возьмете ее потому что женщина и слабый пол есть какие-то особенности в каждой нации свои особенности и каждая нация свой имеет подход не всегда одинаковый и нам нужно быть просто немножко более снисходительным один к другому вы больше читаете опираясь на ветхий или новый завет я читаю всю все священные писания и у меня есть любимые книги допустим я очень люблю книгу бытия я очень люблю книгу исход я очень люблю матфея мне очень нравится послание эфесянам и послание евреям но я читаю все священное писание для меня это комплекс комплексный обед вы больше тратите сил на то чтобы обратить церковь израиль израиль к церкви в качестве мессианского еврея я наверно трачу трачу силы не совсем на то я до пытаюсь говорить через наши все служения которые особенно масс-медийные церкви о том что ей нужно исправлять вещи мы даем много теологии израиль к церкви мы не обращаем мы пытаемся благовествовать ешуа нашему народу и те люди которых глаза открываются что вот он тот наш данный нам из нашей среды подняты обитованными и сердца рождаются свыше эти люди сами начинают положительно смотреть на братьев и сестер по всему лицу земли это настоящее движение а кому-то там пропагандировать лозунги говорить это все не работает это все ерунда ну вот наверное я пробежался по всем вопросам все спасибо за внимание бог благословит м м м м м Субтитры подогнал «Симон»